Всем привет! Меня зовут Сидор Шинрован и сейчас я вам покажу, как создать проекцию LeadBot, подключить в него гигачат и загрузить документ в базу знаний, к которому гигачат будет обращаться для ответов пользователя. Для этого я зашел на наш сайт developersber.ru и авторизуюсь по почте. Вы также можете использовать другие способы авторизации. Для создания проекта нажимаем Создать проект. Нас интересует Салютбот конструктор. Пустой проект. Нажимаем Далее. Название проекта оставляем по умолчанию. Мой Салютбот. Сейчас создается карточка проекта. Здесь можно выбрать инструмент, с помощью которого вы будете создавать сценарий. Граф или код. Я оставляю граф. Простой визуальный редактор. Чат платформа нам сегодня не нужна. Переходим сразу в сценарий. Преднастроенные шаги я удаляю. Нам они не нужны. Мы начнем собирать сценарий с нуля. Добавим экран. События. А уж чем нашего бота реагировать на любое событие, на любую фразу, пользователя. Для этого подключаем системное событие. Не удалось распознать фразу пользователя. Делаем это событие глобальным, чтобы оно запускалось из любой точки сценария. Нажимаем Сохранить. Делаем это началом сценария. Предыдущий шаг от преднастроенного шаблона также удаляем с интентами. Они нам сегодня не нужны. Добавляем генерацию ответа с помощью гигачат. Здесь можно настроить системный промт. Например, задавать стилистику ответов пользователю. Мы ему скажем просто будь вежлив. Сохраняем. Не будем учитывать предыдущий контекст диалога. Нам это не нужно сейчас. И все события, когда не удалось распознать фразу пользователя, соответственно отправляем на гигачат. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Запускаем тестовый виджет. Поприветствуем сейчас нашего бота. Вот он нам отвечает Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь. Это уже отвечает гигачат. Так как у нас в принципе по сценарию ничего больше нет. Давайте спросим какую-то общую информацию. Например, кто такой Достоевский. Федор Достоевский, русский писатель и так далее. Эту информацию гигачат берет из своей базы знаний, которой он обучен. Давайте спросим какую-то узкоспециализированную информацию, которой он скорее всего не владеет и не должен владеть. Например, какого числа выйдет новая модель гигачата. Да, как это предполагалось, он эту информацию не знает и не должен знать, потому что информация динамическая, она часто меняется, релизы выходят постоянно и так далее. Для большой модели это знание излишнее. Давайте научим его отвечать на этот вопрос, опираясь на ваш какой-то внутренний документ. Перейдем для этого в базу знаний, документы и подгрузим документ в формате pdf объемом до 50 мегабайт. Я подготовил специальный документ, назвал его релизная страница. Подгружаем его. Сейчас бот его считает, обучится ему и можно уже тестировать, он нам говорит. Также здесь по интерфейсу есть возможность отстраивания приоритета срабатывания от низкого до высокого. Низкий, соответственно, бот в этом случае будет искать информацию, гигачат будет искать информацию сначала в сценарии, если он ее не находит, то обращается к подгруженному документу. Соответственно, высокий, он первым делом идет искать запрос пользователя в документации. Оставляем низкий по умолчанию. Нажимаем сохранить и также можно здесь сразу протестировать то, что вы подгрузили. Я знаю, что в этом документе есть информация о датах внедрения. Какого числа будет новая модель. Сейчас бот запрашивает информацию из документа и выдает нам, что новая модель будет доступна с 13 апреля. И показывает сразу, в каких разделах документации он нашел эту информацию. Все отработал корректно. Теперь можем нажать кнопку внедрить. Мы внедрили наш документ в сценарий. Нажмем сохранить. И запустим тестовый виджет. Сейчас зададим ему тот вопрос, на который ранее гигачат не знал ответа. Какого числа выйдет новая модель. Давайте перезайдем. Возможно не успели примениться. Знание документа. Запустим еще раз. Тестовый виджет. И спросим, какого числа выйдет. Тогда давайте спросим по-другому. Немного перефразировал запрос. И он уже обращается к документу. Можно было поменять приоритет. Как я показывал, поставить на высокий. Он первым делом сначала искал информацию в своих знаниях. Соответственно, таким образом вы можете подгружать свою внутреннюю документацию. Которая не нужна для общей модели. Не должна быть в нее загружена. Но нужна вам локально в вашем проекте БОТА. Спасибо за внимание.